У следствия пока нет каких-либо данных или прямых доказательств, подтверждающих версию о взрывном устройстве на борту аэробуса А321. Об этом заявил министр гражданской авиации Египта. В Межгосударственном авиационном комитете, привлеченном к выяснению обстоятельств трагедии на Синае, напомнили. Согласно международному законодательству, в данном случае именно власти Арабской Республики считаются официальным источником информации о ходе расследования. О том, что все предположения относительно причин катастрофы пока носят спекулятивный характер, заявили и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложил тем, кто располагает какими-то действительно серьезными данными, предоставить их в распоряжение следователей. Сейчас нельзя исключать ни одну версию, но в то же время и пока нет оснований озвучивать хотя бы одну версию как более-менее достоверную. Какие-то версии причин произошедшего может выдвигать только следствие. От следствия пока мы никаких заявлений не слышали. Любые другие подобные предположения носят характер, скажем так, непроверенной информации или каких-то спекуляций. Таким образом было прокомментировано решение власти Великобритании о приостановке авиасообщения с Шарм-эль-Шейхом. В Соединенном Королевстве опасаются, что причиной падения российского лайнера было срабатывание принесенного на борт взрывного устройства. Лондон собирается отправить за своими подданными пустые самолеты, чтобы обеспечить полную безопасность при эвакуации с египетского курорта. А сейчас там по некоторым оценкам находится до 20 тысяч британских туристов. Решение о временном прекращении полетов на Синая приняли также Нидерланды и Ирландия. При этом основной поток отдыхающих в Египет традиционно идет из трех стран. Помимо Великобритании это Россия и Германия. И ни наши, ни немецкие перевозчики от выполнения летной программы не отказывались. Продолжение следует...